Друзья, привет! Какую мы сегодня будем с вами красоту готовить, а главное вкусноту и полезность, это капуста маринованная со свеклой. Ну что, готовы? Тогда давайте скорее начинать! Для приготовления маринованной капусты нам понадобится 2,5 кг капусты, 1 головка чеснока, 500 г свеклы, 300 г моркови, 2-3 лавровых листка, 20 г укропа, 20-30 горошин черного перца. Для приготовления маринада понадобится 4 л воды, 300 мл уксуса 6%, 200 г соли и 100 г сахара. Количество маринада может изменяться, его может понадобиться меньше, больше, все зависит от того, как крупно вы порежете капусту, но об этом чуть позже. Дополнительно можно добавить острый перец, это уже по желанию, я добавляю небольшой стручок. Очищаю морковь и нарезаю тонкими кольцами. Нарезаю свеклу вот такими дольками, тоненькими. Важно, чтобы свекла была сладкая и яркая. Нарезаю капусту вот такими небольшими кусочками, чтобы она хорошо промариновалась. Я беру пластиковый контейнер, отправляю в него кусочки капусты, Сюда же свеклу, морковь, и снова капуста. Сюда же отправляю почищенный и нарезанный чеснок, лавровый лист и острый перец. Сюда же черный перец с горошком. Приготовим маринад, соль, сахар, уксус и кипяток. Все это объединяем в одной емкости. Перемешиваем до растворения соли и сахара. И заливаем горячим маринадом овощи. Если вы маринуете овощи, скажем, в трехлитровом бутырке, то там капуста и все это можно утрамбовать все поплотнее, поэтому маринада может понадобиться поменьше. Если вы маринуете вот так, как я в пластиковом контейнере, то у маринада понадобится, конечно же, больше. Теперь нам нужно взять какую-то емкость. У меня вот такой еще один контейнер поменьше. Я взяла вот так крышечку, придавила. Сверху еще один контейнер. Сейчас налью сюда воды. Можно поставить даже там трехлитровый бутылек с водой или так посмотреть, водички набрать для того, чтобы капуста полностью вся была у нас в маринаде. И в таком состоянии мы оставляем нашу капусту мариноваться при комнатной температуре на 5-7 дней. Капуста мариновалась у меня 5 дней. Я запахла ею всю квартиру. Но это приятный аромат. Капустка готова. Можем доставать. Очень вкусная, очень хрустящая, красивая, промариновалась. Мне в этом всем еще очень нравится морковочка. Супер хрустящая, супер вкусная. Об этом писали, чтобы я не разговаривала, когда кушаю. Друзья, как вы уже догадались, это быстро, легко, просто и вкусно. А еще и полезно в зимний период времени кушать не какие-нибудь помидоры и огурцы, а то, что нужно кушать в зимний период времени, это капуста, свекла, морковь. Вот такая поучительная история. Кстати, если вы не можете ждать так долго, 5 дней, я обычно начинаю уже со второго дня пробовать и искать нужный мне вкус, консистенцию, цвет этой капусты. Поэтому уже со второго дня можно потихонечку надъедать. Друзья, подписывайтесь на мой канал, делитесь ощущениями, впечатлениями в комментариях, и давайте готовить вместе. А, кстати, больше рецептов вы найдете здесь же на YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. До скорых встреч!